В этих, казалось бы, обычных коробках особо ценный груз для Приморского океанариума. Открытый 8 лет назад научно-образовательный комплекс остро нуждался в новом насосном оборудовании. О проблеме узнали в компании «Транснефть» и предложили свою помощь. И она поспела скоро. Для океанариума закупили и доставили 115 таких насосов. «Транснефть» совершила очень важный для судьбы Приморского океанариума поступок. Насосы – это сердце системы жизнеобеспечения Приморского океанариума. Только благодаря насосам мы создаем условия для комфортной среды обитания наших гидробионтов. А их у нас более 14 тысяч особей. Воду для комплекса тоннами берут из Уссурийского залива. Ее обеззараживают, фильтруют, регулируют по температуре, солености и даже прозрачности. Ежедневно здесь проводят колоссальную работу, которая обычному глазу, конечно, незаметна. В таком интенсивном режиме насосная система, в общем, отработала около 10 лет, рассказывает главный инженер океанариума. Периодически она нуждалась в ремонте и в целом требовала обновления. Помощь пришла прям вообще очень своевременно. И насосы мы пытались в течение 5-6 лет покупать. Покупали маленькими партиями, потому что поставщики нашего рынка российского, они не могли обеспечить тот объем, который получили мы сейчас. И предлагали в большинстве случаев своему аналоги, которые по техническим характеристикам не подходят для наших систем. Для Транснефти это уже не первая помощь научно-образовательному комплексу. Компания принимала участие и в строительстве одного из крупнейших океанариумов мира. Мы понимаем, насколько это важное место для каждого жителя Приморья и Дальнего Востока. Когда мы говорим «насос», мы понимаем, что это очень-очень родное слово для Транснефти. Специалисты в Транснефти очень быстро включились, разобрались, как нужно правильно поступить. Менять насосную систему в океанариуме планируют поэтапно. Самое важное, что новое оборудование обеспечит комфортное проживание байкальским нерпам, скатам, дельфинам-афалинам, белухам и другим многочисленным обитателям океанариума на долгие годы. Субтитры создавал DimaTorzok